Я шел по Красноярску, и видел одну из модернизированных библиотек. Это была, наверное, правая сторона, промышленная часть города Красноярска, 8 часов вечера. И в 8 часов вечера там горели окна, сидели люди, кто-то за компьютером сидел, кто-то книжку читал. И это было очень приятно и удивительно, потому что под конец рабочего дня это пространство было наполнено жизнью. И для себя я понимаю, что это замечательное место, замечательная возможность, где можно реализовать различные творческие планы. И если, допустим, мне понадобится провести творческую встречу в городе Назарово, да и не только творческую встречу, я знаю, куда обратиться, где это можно сделать. Мастер-класс, совместное общение по какому-либо проекту. Именно для этого и существуют такие новые обновленные пространства. Безусловно, книга все-таки главный элемент, главный предмет, но книга это в данном случае и символ интеллектуального развития, самопознания, творчества и любые творческие активности, для которых книга может быть полезна, как энциклопедия, как источник воодушевления, вдохновения. Это абсолютно точно уместно, потому что библиотеки перестают быть пыльным хранилищем книг. Это живые пространства, где горожане находят себе самое разное применение, ну, применение своим творческим задумкам и планам. Поэтому это молодежная какая-то там лаборатория или мастерская, или люди старшего поколения захотели собраться, что-то обсудить, да или просто активные горожане. Им требуется пространство, мне кажется, библиотеки это то место, где вполне себе правильно собраться, поговорить, подумать. Ну, если уж как бы это немножко оторвано от книги, это не просто там читательская активность. Продолжение следует...